А теперь давайте проведем анализ. Ну, во-первых, уже официальные французские власти заявили, что это ИГИЛ, то есть уже известно кто. Поэтому давайте вообще поймем, а почему ИГИЛ и в чем эта логика. Вот я смотрю комментарии, максимальный, который комментарий говорит, приближается к правде. Вот я специально посмотрел из политиков высокого уровня. Это о странной позиции США в связи с ИГИЛ. Давайте за дипломатической информировкой говорить о правде. ИГИЛ был изначально создан в Соединенных Штатах Америки. Создан примерно три года назад. Совершенно официально. Никто этого не скрывал. Это все создавалось под предлогом борьбы с Асадом. Но предлог не важен. Это создавалась террористическая армия США. Для чего она создавалась? Для того, чтобы держать в страхе, в дисциплине своих союзников, вассалов, своих врагов и весь мир. Включая Россию и Китай. То есть это есть слуги, если хотите, опричина однополярного мира. Вот что такое ИГИЛ. Полностью подчиненный американскому государю. Дальнейшие действия. Вот это странное вдруг появившееся массовое количество организованных. Потому что большое количество и всегда было в Европу. А организованных в четкие такие колонны, в четкую систему беженцев, которых там вдруг под миллион. И в которых все знали, внутри заложены были сразу террористы. Что это кто-то не знал? Об этом как раз говорили многие. Потому что это было достаточно очевидно. Понятно, что этот миллион пришел. И дальше он перешел к своей собственной функции, на которой он был туда подготовлен еще три года назад в Соединенных Штатах. Он начал вести террористическую карательную операцию против европейских вассалов Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы те не выпендривались. Почему Франция? Потому что Франция самая выпендрежная страна из Европы. А не Германия? Нет. Обратите внимание, Франция. Потому что Германия страна, в которой блокируют американские оккупационные войска. Там несколько сотен американских баз и воинских подразделений. Поэтому Германия, если что, никуда не дернется. В Германии был Шродер, были какие-то попытки. Но учитывая, что там мощнейшая военная инфраструктура Соединенных Штатов Америки, они в принципе за Германию уверены. А вот Франция, которая после Деголи американские войска вывела из своей территории, они же там тоже были. Вот там могут быть какие-то шатания. Поэтому, если выбирать для американцев, по кому надо ударить, конечно, по Франции. И больше всего внимания надо уделять Франции. Там все-таки имперский дух неподавленный. Они же формальные победители Второй мировой войны. Поэтому у них неподавленный имперский дух. И поэтому Францию надо добить. Что мы сейчас, собственно, и наблюдаем, причем не только через конструкцию терроризма, но и через конструкцию культурного уничтожения. Уничтожение это вот эта вот история папа-папа или мама-мама, родители, а не мужчина-женщина. Это юеналка и все остальное. Поэтому, кто был во Франции, те знают, что там очень сильно вот это вот давление извне, уничтожающее французские корни. Убирающее возможность сопротивляться нации против уничтожения себя самой и своих культурных кодов. Все, кто был во Франции, все это подчеркивали. В этом плане Франция самая несчастная страна в плане воздействия США. Там самый высокий уровень всегда был давления. То есть мы прямо говорим, что США за этим терактом стоит Соединенные Штаты Америки через ИГИЛ, совершенно решая свои конкретные интересы. Это не значит, что они планировали. Так же, как не они планировали непосредственно теракты, допустим, которые были в Москве или в Беслане. Но они создали армию, в которой насыщенно была их управляющим агентурой, которые запланировали эти теракты. Поэтому это напрямую действует Соединенные Штаты Америки в своих интересах. Просто как-то, может быть, кто-то забывает. Вот что такое ИГИЛ, который это организовал? ИГИЛ, изначально созданная американцами воинская система, обеспеченная оружием исключительно из рук Соединенных Штатов Америки и их союзников. Что, ИГИЛ производит танки? Или, может быть, которые у него есть, кстати? Или, может, он производит артиллерию? Или, может, он производит взрывчатку? Или, может, стрелковое оружие? Нет. Это все его привезли Соединенные Штаты Америки и их союзники. Привезли приблизительно за 5 лет. И вот эти арсеналы, которые были сформированы американцами в Ираке, которые были переданы ИГИЛой, которые являются его базой военного характера. Представьте себе, пускай даже у ИГИЛа несколько десятков бойцов, но они с палками. Что они сделают против Асада и его сотни танков? Ничего. Хоть сколько их не было бойцов. Но когда у них американцы предоставили оружие, естественно, они стали силой и стали армией. Второй момент. Всего лишь пару недель назад американцы дополнительно им предоставили 50 тонн оружия и боеприпасов, включая взрывчатку. У меня вопрос. Какая взрывчатка взорвалась в Париже? Ответ. Очень большая доля вероятности, переданная Соединёнными Штатами Америки ИГИЛу для диверсионных действий. Публичная и официальная. Сброшенная с самолётов. Но это же факт. Факт. То есть не только передача оружия системе, но и передача непосредственного вооружения для проведения террористической деятельности. Третий момент. Союзники Соединённых Штатов Америки. Саудовская Аравия, Катар, которые открыто заявляют о том, что они поддержат ИГИЛ. Катар вообще сказал, что он готов ввести войска для того, чтобы воевать с Асадом в состав ИГИЛ. То есть легализовать свои воинские части. Раз об этом говорят государства, значит там уже есть его подразделения, просто они нуждаются в легализации. Тогда что нужно? Вот если бы мы жили в нормальном, не перевернутом мире пропагандой, то Франция должна была бы объявить немедленно войну в Саудовской Аравии, Катару и минимум объявить дипломатический демарш в отношении Соединённых Штатов Америки. Как минимум. То есть это так устроена система. После чего мировое сообщество должно было отбомбиться как минимум на Катаре, которое официально заявляло о поддержке ИГИЛ. Понимаете? Вот как минимум. Этого не происходит. Это как раз показывает, что мы живём в мире пропаганды, основанной на вранье. И, к сожалению, прогноз такой. Американцы будут добивать Европу, потому что им европейцы нужны в качестве ударной силы против России. До тех пор, пока европейцы не примут решение участвовать в военных действиях против России на территории Украины, количество терактов на территории Европы будет постоянно расти. Для этого, ну не для того они запустили миллион, так сказать, беженцев, в которых 10% где-то террористов, или связанных с ними боевиков, чтобы просто вот закончить на одном теракте в Париже. Понимаете? Не для того. Кстати, особенность этого теракта, если вы заметили, это военное планирование, это чистый классический диверсионный акт. Это не теракт, это диверсионный акт, организованный воинским подразделением, потому что это 6 точек. Это большая численность, это скоординированная система работы, скоординированная поставка оружия, ну раз так много, скоординированная подготовка, скоординированная организация, это воинское подразделение. То есть на территории Парижа террористический акт совершила диверсионная, как военный штамп, диверсионно-разведывательная группа, ИГИЛа под руководством Соединенных Штатов Америки. Вот формат этого действия. И понятно, что таких диверсионно-разведывательных отрядов мы можем даже посчитать приблизительно. На миллион беженцев где-то около 100 тысяч боевиков или связанных с ними людей. Это означает порядка 10 тысяч террористов-боевиков, непосредственно владеющих оружием, находятся на территории Европы для цели диверсионной работы. Вот в этом было задействовано где-то около 100 человек, ну судя по масштабу явления. И причем это было первое, то есть проба, если хотите, для новичков. Это означает, что потенциал диверсионной работы приблизительно около 100-200 на сегодняшний день в Европе такого рода террористических актов. Вот будем их ждать, где они будут выскакивать. Понятно, что Россия тут не может оказаться в стране. Тут же очень просто. Почему не складываются международные коалиции? Да потому что это войска США. Ну как они будут организовывать международную коалицию против террора, как бы против себя самих. Это было бы глупо абсолютно. Это все равно, что Российская Федерация предложила организовать международную коалицию для борьбы, например, с 4-й дивизией, размещенной в городе Итальяти. Но это было смешно, правильно? Вот именно это сейчас и происходит. И все это знают. Поэтому формально надо объявлять войну Саудовской Аравии и Катару, прямое организаторов и прямая поддержка, и дипломатическими демаршами изолировать Соединенные Штаты Америки. Тогда это будет ответ по международному праву на этот теракт. А вот это занудство и ничего не делание, которое сейчас будет, понятно, что оно просто умножит количество терактов и в Европе, и в том числе и во Франции. И это самое важное, Артем, не в том, что этот теракт произошел, а в том, что это первый теракт. И все знают, что это первый теракт накануне террористической войны в Европе, понимаете? Вот что важно. То есть здесь полная безнадега. Вот сейчас представьте, что вы сидите где-то во Франции или в Германии и анализируете, планируете ситуацию. Ну, то, что называется элиты страны. Они, конечно, боятся американцев, но у них есть и свой какой-то интерес всегда. Всегда есть национально-своительное движение, хотя бы внутри. И вот что им сейчас делать? Вот они прекрасно понимают, что если что, в Берлине 10 терактов не проблема, вообще не проблема. Потому что из этих 10 тысяч, ну минимум там тысячи три смертников, которые подготовлены как смертники, промытыми мозгами. Вот что им делать? Вот тем же немцам или французам, которые там вот все это планируют, австрийцам. То есть они понимают, что они накануне процесса. С войной же тоже можно, они же воевали тоже. Для этого им надо сформулировать перед народом, что идет война. Тогда народ поймет, ну раз идет война, значит идут боевые действия. Идут боевые действия, надо вступать в армию и защищать свое немецкое или французское отечество. А с кем война? Да, забавно. Война с этими приезжими, которые едут в Европу уже там 60 лет. Это чушь. Начиная с 60-х годов. Кто их организовал? А вот. Кто их вооружил? Значит война с Соединенными Штатами Америки? Смогут сейчас сегодняшние европейские лидеры это сказать с языка снять? Не могут. Мало того, они явно не те лидеры, которые готовы быть лидерами в войне. Понимаете? Другой тип людей. Это болтуны и демагоги. Ну, которых подбирали Соединенные Штаты. Да, театральные демагоги. Ну, не может быть артист, играющий Жукова в театре с мощным голосом, в генеральском мундире. Он не может быть Жуковым. Понимаете? Ну, не может. Вы не можете его взять из театра. О, ты хорошо играешь. Все. Командующий фронтом. Так не бывает. В войну ведут другие люди. Другого характера. И эти другие люди, они не у власти. Ни во Франции, ни в Германии, нигде. Они могут прийти. Исторически могут прийти. Но для этого должны произойти определенные процессы. Европа к этим процессам пока не готова. Но, в принципе, это путь. Почему мы и говорим, сегодняшние национальные освобожденные движения, они есть во Франции, в Германии. Необходимо поднимать восстание против американского владычества. Тогда не будет терроризма. Тогда вы победите, восстановите свою идентичность. И сможете дальше жить, как великие немецкие, французские, итальянские, все остальные, греческие, все остальные народы. Это единственный путь, который прошли до вас ваши деды. Прадеды и прапрадеды. В отношении Греции 4 тысячи лет этот был путь. 4 тысячи лет. Сколько же поколений? 200 поколений. Но они вам все разжевали. Вот что надо делать. Освобождаться от внешнего управления. И тогда вы будете сами планировать свою судьбу. И тогда вас никто не будет уничтожать. А вы сумеете защититься, как защищались до этого. Ну, тогда эти повстанцы, которые будут подниматься в Европе, их будут давить, во-первых, будут давить американцы. Карательные подразделения ИГИЛа США. Да, их будут давить сами же государственные власти. Вот формулы. Мы любим формулы. Карательные подразделения ИГИЛа США. Их будут давить, когда называть вещи своими, оккупационные власти Европы. Правильно, будут давить. Ну и что? Будет борьба. В этой борьбе национально-освободительное движение победят. Когда этого побеждали.